Это программа Израиль за неделю. На исходе каждой субботы я Борис Штерн и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Добрый вечер. Все, кроме министра по контактам с инопланетянами. Ну, то есть обычная политически активная и социально зависимая жизнь в Израиле. Но, как известно, другой родины у нас нет. Надо любить эту. Итак, сегодня в программе Израиль за неделю. Пресегнули. 35-е правительство приведено к присяге на верность Израилю. Оппозиции атакуют коалицию и кабинет министров накануне начала судебного процесса над Бенимином Нетаньягу. Мертвый сезон. Карантин уходит. Кризис остается. Туристическая отрасль Израиля до пандемии приносила деньги в бюджет. Из-за пандемии туризм разрушен и стал поводом для социального протеста. Лучшая волна. В Израиле открылась новая FM-радиостанция, о чем рассказывает лучшее радио на фоне коронавируса и кризиса, и как выживает в условиях высокой конкуренции на медиарынке. Прими и исполни праздник дарования Торы Шавуот мы отметим на следующей неделе. Что важно знать об этом событии в еврейской истории и почему. Вы смотрите программу Израиль за неделю. Мы еще на прошлой неделе ждали явление 35-го израильского правительства. Дождались только на этой. 36 министров, 14 замов, 2 премьера и громадео планов, которые надо осуществить. Ведь стране необходимо выйти из кризиса и присоединить территорию Иудеи, Самареи и Орданской долины. Подробности первой недели работы правительства в нашем материале. Клянусь, как премьер-министр и как сменный премьер-министр в будущем хранить верность государству Израиль и его законам. 35-е легендарное. Правительство Нитаньяо, ганца, религиозных партий и осколков социалистов уже вошло в историю. Такого большого кабинета у нас еще не было. Сверхзадача премьера это распространение суверенитета на Иудею, Самарию и Орданскую долину. Именно эту цитату из выступления Нитаньяо после присяги максимально распространили международные агентства. Вопрос о суверенитете стоит на повестке дня, потому что я лично занимался его продвижением в течение трех лет. И публично, и в частном порядке. Я обсуждал его с госсекретарем США Майком Помпео на прошлой неделе. Аннексия территории заботит и ганца. Но еще больше его беспокоит то, что до сих пор его присоединение к Нитаньяо раздражает общество и бывших партнеров по блоку. Сменный премьер-министр и министр обороны Бенниганс понимает, что все могло быть иначе. Честно говоря, мы оба, возможно, предпочли бы сформировать другое правительство. Может быть, по многим причинам нам обоим было бы легче пойти на новые выборы. Но мы оба приняли трудное решение. Правильное решение для народа Израиля. Другого правительства у нас все же нет. И именно этой группе из 36 политиков придется заниматься и суверенитетом над Иудеей, Самарией и Орданской долиной, и реанимировать экономику после коронавирусного карантина. Причем экономика куда важнее на бытовом уровне для граждан, которым, конечно, хочется забрать территории, но которым нужны рабочие места, чтобы просто жить. Вместе с самым большим правительством в истории Израиля. От которого теперь зависит все. Денис Гольдман, Леонид Левенсон, Ближневосточное бюро РТВА. К нам в студии присоединился депутат Кнессета от блока «Эшатит Телем» Андрей Кожинов. С ним обсудим политические итоги недели. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Борис. У нас очень большое правительство. По-моему, нет только должности министра по развитию подводного мира Негева. И все же вопрос, с которого начнем. Если бы все было не так, какой бы пост вы бы заняли в этом правительстве, выбирая портфели? Это абсолютно такой вопрос, гипотетический. Поэтому даже не хотелось бы сейчас думать, какой бы пост. Дело не в портфеле, дело не в посте. Дело в том, где ты можешь принести больше пользы. На данный момент больше пользы, как мне кажется, могу принести именно на своем месте, как депутата от оппозиции. Потому что то, что делает сейчас правительство, и вот это раздутое правительство, ну это уже ни в какие рамки не лезет. Действительно, можно даже, знаете, была такая шутка на этой неделе, что министерство по делам водоресурсов нужно было еще раз бить. На министерство по делам кислорода и министерство по делам водорода. для того, чтобы потом координировать их действия. И отдельное министерство по координации действий внутри правительства и конкретно этих министерств. В Ликуде, кстати, говорят, что, ну не в Ликуде, скажем, политологи отдельные, некоторые политологи говорят, что такое большое количество министров, 36 министров, это некий фундамент, цемент, который сплотит коалицию, не даст ей развалиться, то есть все предели, может быть, это все-таки не так уж и плохо? Знаете, это своего рода вот такое большое количество министров, это своего рода политическая взятка. Потому что разница между узким правительством, узким в смысле количеством министров и широким правительством в эффективности. То есть необходимо в принципе нашей стране 18-20 министров максимум. Нет никакой необходимости создавать отдельное министерство, разрывать существующее министерство, забирать из части министерств их полномочия и передавать в другие министерства, в новосозданные. Нет тут никакого цемента коалиций. Уже на этой неделе внутри коалиции были противоречия, причем как по экономическим вопросам, так и по политическим вопросам. Например, все, что касается, весь этот фарс, касающийся норвежского закона. Поэтому тут никакого цемента нет. Это своего рода политическая взятка для того, чтобы удовлетворить интересы и желания всех тех депутатов, которые вошли в коалицию. Поэтому каждой сестре по Сергею, этому это, этому это, этому чуть-чуть это, а этот недоволен чуть-чуть этим, давайте ему добавим. Ну как-то так это, в общем, и работало. Поэтому в нынешней ситуации, когда у нас есть миллион безработных, 26% работоспособного населения сейчас находится на безработице, создавать правительство, которое будет стоить сотни миллионов шекелей. После этого проводить норвежский закон, стоимость которого приближается к 100 миллионам шекелей. Да, ну это что-то говорит о приоритетах. Причем самое интересное, что в тот момент, когда коалиция проводила этот норвежский закон, она его еще не провела, по крайней мере, их нужно было вынести на предварительное голосование и так далее. Мы вынесли свой закон по договоренности с коалицией. Если вам нужно срочно провести ваш закон, то нам срочно провести наш закон. Наш закон говорил о том, что мы хотим предоставить все те же права и обязанности безработным, самозанятым предпринимателям, как и наемным работникам. То есть выплатить пособие по безработице. Коалиция сначала согласилась, потому что у них действительно горит, им нужно провести, было провести этот закон, норвежский закон, который ведет еще 12 депутатов в КНЕСЕ, взамен тех министров и замминистров, которые уволятся. И в последний момент коалиция снимает наш закон с голосования, с повестки дня. То есть было такое своего рода джентльменское соглашение. И в последний момент коалиция говорит, оп, сейчас мы снимем это с повестки дня и никакого зеленого коридора вашему закону оппозиции мы не дадим. А после этого координатор коалиции говорит, ну мы этот закон сами проведем когда-нибудь в августе. Это что-то говорит о приоритетах этого правительства, которое по идее должно быть правительством в чрезвычайной ситуации. В другом правительстве, в правительстве, где не было бы, например, Ликуда или религиозных партий, было бы все иначе? А кто говорил, что в другом правительстве не было бы Ликуда или религиозных партий? Мы говорили то же самое. Мы говорили в свое время о широком правительстве под нашим руководством, тогда еще Кахоль Лавана, которая не развалилась, в котором будет представлено как можно большее количество партий. При этом это не значило, что мы сейчас возьмем 36 министров и 16 замминистров. Дело в приоритетах, дело в том, чем будет заниматься правительство. Если посмотреть на так называемые КВЕСО, основополагающие линии правительства, которые были представлены в КНЕСЕД, это полтора листочка очень быстро написанных общих слов. Если посмотреть на коалиционное соглашение между сейчас коалиционными партиями, то увидите, что там явно сидели адвокаты, там явно думали, очень много, там все подробности обсуждены и прописаны, у кого какое право решения, кому какие полагаются министерства, замминистерства, внутриминистерства, за что ответственность. Там все сделано очень серьезно. А вот в основополагающих программных, скажем так, точках этого правительства все это описано очень общими красивыми словами за все хорошее против всего плохого и никакой конкретики. Но как вы себя чувствуете в оппозиции? Вы открыли канал в Телеграме буквально неделю назад, который назвали «В окопах оппозиции». То есть вы все-таки считаете и чувствуете себя, ну, скажем так, вот на линии огня, но в окопе? Ну, в любом случае, знаете, это опять-таки такой шутка с Евритой. Есть то, что называется окопа оппозиции в плане того, что то, чем вы занимаетесь на комиссиях, как вы защищаете свое видение. Понятно, что при такой раздутой коалиции, коалиция большая, 72 или 74 человека, я уже не помню. Оппозиции очень тяжело провести и законопроекты, и остается только отбиваться. Отбиваешься ты в основном, ты в защите, отбиваешься ты в основном из окопов. Да, но это такая внутренняя шутка КНЕС, это окопы оппозиции, это действительно рутинная, ежедневная работа, работа в комиссиях, работа над законопроектами, попытка привнести хоть какой-то здравый смысл в то, что хочет и может, на самом деле, сделать большая коалиция. Большая коалиция, как уже она доказала, может сделать все. Она может за два дня изменить основные законы государства. Но как тогда оппозиция, в которой есть всего 46 депутатов, при этом часть это арабские депутаты, которые явно не контактируют, например, с той же партией НДИ, я понимаю, что и с вами у них есть большие разногласия. Как вы можете быть единым неким конструктивным организмом? Есть идеологические разногласия, связанные с вопросами Палестино-Израильского конфликта и много еще чего. Есть ежедневная работа. Например, закон о выплате пособия по безработице для самозанятых, он не имеет какой-то такой политической окраски. Это закон, который в конечном итоге направлен во благо всех граждан государства Израиля. Мы бы ожидали, что коалиция присоединится к этому закону и будет его продвигать. Поэтому здесь у оппозиции нет каких-то противоречий, что у НДИ, что у арабского списка. Этот закон, который в конечном итоге действительно должен работать на благо всех жителей. Поэтому есть рутинная работа. Мы оппозиция, мы будем то, что называется боевой оппозицией, мы боевая оппозиция. Но мы оппозиция взвешенная, мы оппозиция ответственная. Если правительство будет делать правильные вещи, мы его поддержим. На этой неделе, например, и оппозиция, и коалиция голосовала совместно за создание подкомиссии КНЕСТа, которая будет заниматься вопросами и контролем над действием правительства в вопросе насилия против женщин в семье. Впереди у нас сделка Трампа, ну в каком-то виде. Это тот пункт, который объединит коалицию и оппозицию? Или у Ешатит и Телем другой взгляд на придание статуса суверенитета Иудеи, Самарии и Орданской долины? Мы и в рамках предвыборной кампании говорили о том, что мы за программу Трампа, что мы за распространение суверенитета, так или иначе, за распространение суверенитета на Иорданскую долину и на часть территории Иудеи и Самарии. Но мы всегда говорили о том, что это должно быть сделано в координации с той же Иорданией, с теми же США. Это не может быть односторонним шагом. Потому что односторонний шаг может привести к очень проблематичным, скажем так, последствиям. Для того, чтобы это был не односторонний шаг, нужно какое-то движение с противоположной страны. На этой неделе Рамала объявила о том, что она выходит из всех договоренностей с Израилем и США. Абумазан заявил это уже третий раз за последний год, если я не ошибаюсь. Окончательно это будет то, каковы будут предприняты действия на земле. Как будут действовать палестинские службы безопасности. Пока это их интерес координировать свои действия с нами. В конечном итоге ущерб они нанесут сами себе при отсутствии этой координации. По многим аспектам. Поэтому мы говорим о том, что координация таких шагов на самом деле. Здесь есть и у Иордании определенная позиция. И Иордания с нами имеет мирный договор. Этот мирный договор это на самом деле один из основополагающих столпов наших отношений. Поэтому нельзя просто прийти на данный момент, объявить о распространении израильского суверенитета и тем самым спровоцировать некие действия, которые мы не просчитываем и не желаем. При том, что иорданцы на самом деле хотели бы видеть именно ЦАУ на протяжении израильской иорданской границы, а не палестинские службы безопасности. Но это нужно делать умно. То есть распространять суверенитет нужно умно, а не какими-то популистскими шагами, односторонними, которые действительно могут привести к плохим последствиям. Андрей Кожанов, спасибо за участие в программе, ваш комментарий. Надеюсь, следующая неделя будет немного легче, чем это. По крайней мере, может, жарко будет не так. Всего хорошего. До встречи. Спасибо вам. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Но одно быть в окопе оппозиции, как Андрей Кожанов, другое дело быть частью коалиции. Наш следующий гость – депутат КНЕСТа от партии «Ликут» Тали Плосков. Тали, добрый вечер, Шаватов. Здравствуйте, добрый вечер. Тяжелая неделя для правительства, для коалиции. Как вы себя ощущаете внутри, в довольно разнородной группе, которая объединяет и правых, и левых политиков? Например, того же Перца и Шмури. Вы знаете, это даже очень интересно. То есть споры есть и внутри коалиции тоже. Это, наверное, нормальное явление. В данной ситуации мы видим, на самом деле, правый лагерь, который практически полностью ведет «Ликут», и левый лагерь, который и представители партии «Авуда» бывшая, да, и, естественно, «Экохолаван». И, наверное, это даже и хорошо нам, гражданам нашей страны, когда темами безопасности занимается правый лагерь, а вот какими-то социальными темами больше экономикой страны будут заниматься левый лагерь. Опять же говорю, у нас есть очень много споров внутренних, но я очень надеюсь, что мы это все переживем, и правительство продержится, будет работать. Но часть недели, я абсолютно уверен, история началась еще на прошлой неделе, которая касалась комиссии по Алие и интеграции, да, которой вроде как не должно было быть изначально, комиссии КНЕСТа. Вы занимались тем, чтобы эту комиссию реанимировать, комиссию реанимировали, кто будет ей управлять, то есть это, в общем, вот этот элемент недоразумения и разногласий? Я сейчас... Нет, это недоразумение... Дело в том, что в КНЕСТе есть определенное количество комиссий, постоянных комиссий, и стараются вот это количество комиссий сохранять. Из-за того, что мы сейчас были в кризисе коронавируса, и мы знаем, что есть очень большая группа частных предпринимателей, проблемы которых не решены, в партии Ликут, в частности, и в коалиции, хотели создать вот такую дополнительную комиссию, которая будет заниматься только этими проблемами. Но, к сожалению, не смогли договориться с оппозицией, потому что когда делаешь дополнительную комиссию в коалиции, обязательно нужно как бы и в оппозиции дать, и вот это не получилось. Но когда они хотели сделать это для того, чтобы не увеличивать количество комиссий, кто-то подкинул идею, которая мне, честно, очень не понравилась, объединить две комиссии, взять комиссию по аллее абсорбции и комиссию по обращениям граждан, и объединить их в одну. И вот тогда начался, конечно, этот шум. Я вам хочу сказать, что и я лично, и весь русскоязычный штаб, у нас таких немало, у нас многие ребята очень со всех городов, я имею честь стоять во главе этого русскоязычного штаба, мы обращались и к премьеру, и к председателю, спикеру Кнессета, ни в коем случае не допустить такого решения, потому что это ошибочное решение. Что было аргументом, который убедил Нитаньягу все-таки оставить эту комиссию? Наше обращение. И мы практически дали ему доказательства того, что комиссию нельзя трогать. Дело в том, что мы сейчас говорим о том, что наверняка нас снова ждет какая-то волна репатриации. Не может быть, чтобы в Кнессете никто не проводил контроль за работой Министерства Алии Абсорбции. Кроме того, это еще и комиссия по диаспоре. То есть здесь тоже очень важная тема. Мы все время говорим про то, что делается в мире против сионизма, против евреев. Кто-то должен этим заниматься и представлять эти рисы в Кнессете. Нельзя было допустить, чтобы этой комиссии не было. Но главой комиссии станет Давид Биттен. Да, значит, что касается... Согласитесь, при всем как бы уважении к нему, ну или не уважении, но это факт, да, он и репатрианты, те, которые уже есть в Израиле, и потенциальные, ну как-то они где-то не рядом. Борис, можно с этим соглашаться, можно с этими соглашаться. Я опять же говорю, Давид Биттен, он много лет в Ликуде. Человек, как вы понимаете, он был представителем коалиции долгое время. А потом, по причинам, которые мы все знаем, к сожалению, не смог стать министром, когда он уже был вот-вот на посту министра. Я так понимаю, что, может быть, в данном случае даже по политическим причинам премьер сказал, что он не может его оставить вообще без должности, поэтому, да, пригласил его на должность представителя комиссии. Но я очень горда тем, что вот когда я вышла со встречи с премьер-министром, он мне, конечно, вот это рассказал, потому что все ожидали, включая меня, что во главе этой комиссии буду стоять я. И когда он мне объяснил ситуацию, он говорит, мы попросим у тебя стать во главе подкомиссии, которая будет заниматься именно проблемами интеграции и пожилых людей. То есть практически это те темы, с которыми я живу. Поэтому я надеюсь, что мы сможем с Давидом Биттеном вместе, а мы достаточные друзья в партии Ликуд, что мы сможем вместе протолкнуть, может быть, даже и хорошо, то есть что рядом со мной есть достаточно сильный человек в партии, который будет мне помогать продвигать интересы во благо нашей общественности. Но необходимо будет заниматься на самом деле ведь проблемами увеличения пособий, необходимо будет заниматься социальным жильем. Это действительно волнует Давида Биттена? Именно этими вопросами я буду заниматься в той подкомиссии, которую я возглавлю. И я хочу вам сказать одну вещь. Такие вопросы, они не решаются без Министерства финансов. Такие вопросы не решаются без Министерства строительства, без Министерства соцобеспечения. Поэтому наверняка, это то, что я планирую сделать, я хочу сделать что-то общее. Или заседание общее, куда пригласить несколько министерств, куда пригласить несколько глав комиссий тоже, и вот эти темы постоянно поднимать, требуя решения проблемы. Скажу вам честно, зная, что сейчас государство должно было выделить 100 миллиардов шекелей на такой тяжелый период, который мы сейчас все проходим, то, наверное, давайте будем правдивы, будем говорить правду нашим зрителям и скажем, я не верю, что вот тут сейчас, вот завтра уже эти проблемы все будут решены. Но я считаю, что мы должны подготовить почву к решению их. То есть, если эти темы не будут стоять на повестке дня, если тот же самый министр финансов и тот же самый премьер-министр не будет слышать каждый день о том, что это темы, те, которые нужно решать, то их никто, о них не вспомнит. Поэтому мы сейчас будем заниматься, пусть говорят, вы много говорите, да, мы будем сначала говорить, для того, чтобы нас услышали. В прессе уже появились статьи и в социальных сетях о том, что вас, ну, по факту, ну, не знаю, не то чтобы обделили, но не учли ваше участие в предвыборной кампании. Ни в коем случае, я не согласна с этим, наоборот. Я очень горжусь, что премьер-министр наконец-то принял очень важное для Ликуда решение, создать официальный штаб в Ликуде русскоязычных израильтян. Он попросил меня стать во главе этого штаба, это первое. И второе. Хорошо, но до выбора все говорили о том, что, возможно, министром абсорбции станете вы. Смотрите, я скажу вам одну вещь, Борь. Я не люблю прыгать сразу очень высоко, потому что потом очень сильно падать. Я постепенно иду по своей дороге. Если мне сейчас премьер-министр предложил, я, конечно, очень была рада получить его обещание о том, что во второй половине каденции я стану заместителем министра социального обеспечения, в моем понимании, это министр намного сильнее эта должность, чем даже министр реабсорбции. Министр, знаете, это, что называется, кого, знаете, уважение и так далее. А если я буду заместителем министра социального обеспечения, я говорю еще раз, уже министр, премьер уже об этом заявил, это уже все знают, то я понимаю, что вот в этой должности, и мне, наверное, очень важно, что я буду решать проблемы тех людей, чьи проблемы решать нужно. Не обязательно нужно их окрашивать только русскоязычных израильтян. Мы живем в одной стране, мы живем все вместе, у нас много общих проблем, и проблемы нужно решать на уровне государства. И я очень надеюсь, потому что я практически с этими проблемами знакома, вы знаете, что я стала во главе комиссии по статусу пожилого человека, я практически знаю все по пунктам, что нужно делать. И поэтому, дай бог, правительство продержится, я очень надеюсь. И через полтора года я стану заместителем министра социального обеспечения, поверьте мне, это выше, чем министр Илья Абсовцев. И все равно все ждут того, что произойдет завтра, начало судебного процесса над Нитаньягу, насколько это событие влияет на то, что происходит в коалиции. Многие вот сегодня, в течение всей этой недели, обсуждали тему, поедет Нитаньягу туда, не поедет Нитаньягу туда. Не начало ли это, в общем, конца раздоров внутри всей коалиции в правительстве? Смотрите, Нитаньягу изначально говорил, что он придет на суд, он представит свои позиции, он уверен, что он сможет защитить свое имя. Мы все очень надеемся на это, это первое. Второе. То, что он просил на самом деле не присутствовать там. Ну вот представьте себе наше судебное суд, да, вот этот, допустим, зал, в котором присутствуются, в котором должны быть все, кто его охраняет, в котором должны быть все журналисты, в котором должны быть все судьи, в котором должны быть все... То есть технически это будет тяжело выглядеть. Мы это увидим, потому что, я вам сразу говорю, и журналистам наверняка не дадут туда зайти, когда они очень хотят. И второе, что я хочу сказать, мне очень не нравятся вот эти спекуляции вокруг этой темы. Мы не имеем права каким-то, даже вот самыми мелкими словами, обвинять в моем понимании премьер-министра. В нашей стране существует презумпция невиновности, и пока суд не определит и не скажет нам своего решения, мы не имеем права говорить, виноват он или не виноват. Последний вопрос. Все-таки КНЕСТ это нечто большое, это не только коалиция, это еще и оппозиция. Удается уже общаться с депутатами из оппозиции, и можно ли сказать, что это все-таки будет какое-то конструктивное общение, несмотря на то, что вы с одной стороны, а не с другой? Я хочу вам рассказать маленький секрет. Депутаты, оппозицию, коалицию вы видите в залу заседания. Как только мы выходим пить вместе кафе, мы все становимся в основном друзьями. Поэтому даже хочу сказать, что вот после назначения и получения моих постов я получила несколько сообщений от русскоязычных депутатов из других партий, которые просто меня поздравили с этим назначением. Поэтому я думаю, что можно работать вместе, особенно когда нас объединяют общие цели. Конечно, есть и разногласия, конечно, и будем спорить. Главное, что вот эти споры проходили по взаимоуважаемой сфере. Кстати, одну из должностей, которую я получила, которую я очень горжусь, потому что это очень редко. Это представитель комиссии по этике в КНЕСТ. То есть вы будете рассказывать, как кому везти, говорить, принеси дневник. Во всяком случае, оценки я буду ставить депутатам, когда на них будут жаловаться. Талий Плосков, спасибо. Я надеюсь, что следующая неделя будет легче. Как минимум, нам станет чуть-чуть прохладнее. Всего хорошего. Спасибо за участие в программе. Ваш комментарий, Шаватов. Спасибо большое, Шаватов. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Мертвый сезон. Карантин уходит. Кризис остается. Туристическая отрасль Израиля до пандемии приносила деньги в бюджет. Из-за пандемии туризм разрушен и стал поводом для социального протеста. Лучшая волна. В Израиле открылась новая FM-радиостанция, о чем рассказывает лучшее радио на фоне коронавируса и кризиса, и как выживает в условиях высокой конкуренции на медиарынке. Прими и исполни праздник дарования Торы, Шавуот, мы отметим на следующей неделе. Что важно знать об этом событии в еврейской истории и почему. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». На фоне жары и большой политики продолжается экономический кризис. Карантин постепенно отменяют, но до ремиссии экономики довольно далеко. Туристический бизнес за два прошедших месяца превратился в руины. Одно из прибыльных направлений экономики перестало таковым быть из-за карантина и до сих пор закрытых границ. Еще до нынешнего кризиса гиды и турменеджеры говорили, что система налогов для туризма слишком тяжела. В нынешней ситуации речь уже о том, что даже в случае их уменьшения, уменьшения налогов, заплатить будет нечем. Денег просто нет. Практически все туристические компании «Израиля» закрыты. 90% сотрудников отправлены в неоплачиваемые отпуска. Либо, являясь фрилансерами, просто остались без работы. Без всяких гарантий. В конце прошлой недели гиды вышли на демонстрацию к Несету с требованием к государству и правительству наконец вмешаться в ситуацию. Но не на формальном уровне обещаний, а на реальном уровне спасения ситуации. Так как если вводимые послабления не учтут требования и специфику бизнеса, туризм станет уже в 2020 году исключительно историческим фактом. Когда-то был, сегодня его нет. К нашему эфиру присоединился профессиональный гид и участник акции протеста Йонатан Хоффи. Йонатан, добрый вечер. Борис, добрый вечер. Шабуатов. Закончилась первая неделя работы правительства. В нем 36 министров. Вопрос, который я сегодня задаю всем. Какой бы портфель выбрали вы, если бы в правительство входили? Каким бы министром вы бы стали? Ну, вы знаете, поскольку кроме туризма я ничем в этой жизни не занимаюсь, то, наверное, я бы предпочел быть либо министром туризма, либо войти в комитет, который занимается делами туризма. И в конечном итоге принести элемент профессионализма в такой суперполитизированный клуб любителей поуправлять. Что сегодня происходит в туристической отрасли в стране? Можно ли сегодня уже подсчитать ущерб от карантина и пандемии? Ну, если вы бывали на кладбище, то, наверное, вы представляете, что сейчас происходит в туристической сфере. Все умерло, все заморожено, гостиницы закрыты, люди отправлены либо уволены, либо отправлены в отпуск без содержания. Посчитать точно до каких-то там копеек или миллионов копеек ущерб мы еще не можем. Но представьте, что израильский туризм приносит нашей стране примерно 23-24 миллиарда шекелей ежегодно. Прошло два месяца, 4 миллиарда шекелей, как не бывало. И когда он восстановится, туризм, мы с вами сказать не можем. Но это долгие-долгие месяцы. Можно считать, что это пройдет год, пока мы выйдем на какой-то более-менее приемлемый уровень. Уровень 2019 года мы достигнем по оценкам специалистов только через пару лет. Кто оказался без работы? Экскурсоводы, компании, ориентированные на иностранных туристов, те, кто занимается внутренним туризмом. О каком количестве людей, в принципе, идет речь? Ну, оказались безработными, в общем, сотни тысяч человек. То есть примерно четверть миллиона. Это не только гиды и гиды в первую очередь, но это и водители туристического транспорта, это работники гостиничного сектора, это рестораны, которые обслуживали наших туристов, это позакрывались парки, позакрывались аттракции, позакрывались огромное количество туристических объектов, которые обслуживали 4,5 миллиона туристов, приезжавших ежегодно в нашу страну. Это колоссальный ущерб и финансовый, и, конечно, имиджевый ущерб. Но в общем и целом кризис коснулся всех, однако вы оказались активнее других с точки зрения протеста. Почему? Что заставило гидов выйти на улицы? Недоверие правительству? Ну, во-первых, мы понимаем, что нам можно рассчитывать только на свои силы или в основном на свои силы. Сказать, что все пострадали одинаково, я бы поспорил с этим утверждением, потому что, ну, предположим, там, водители общественного транспорта завтра дали команду заводить автобус, они сели и поехали, и неважно, сидит ли вообще кто-то из пассажиров в автобусе, в туризме так не работает. Нельзя дать команду поехали, и все начнет двигаться. Мы должны научить это правительство, которое сейчас, в конце концов, как-то сорганизовалось хотя бы внешне, начать работать, и мы предполагаем использовать все доступные, предлагаемые нам законом пути для того, чтобы добиться своей цели. Яриф Левин, нынешний спикер КНЕС, это бывший министр туризма. Это гарантирует, что о вас не забудут? Он в курсе того, что происходит? Я думаю, что он в курсе того, что происходит, но я сомневаюсь, что туристическая индустрия сейчас является его самым главным приоритетным каким-то направлением, каким-то направлением, поэтому особых иллюзий по поводу этого правительства и его способности самостоятельно принять правильные решения мы не питаем. Но мы здесь живем, это наша страна, и мы никуда отсюда не денемся, и мы будем добиваться своих целей. Антикризисная программа правительства в ваш сектор не учла, или в ней что-то вообще не так? Просто правительство относится к туристической сфере как к производству станков или к сельскому хозяйству. Мы, сфера, предоставляющая, я бы назвал это премиум сервис, услуги премиум уровня, и это дорогие услуги. Накладывать на наши сравнительно высокие цены, и оправданно высокие цены, накладывать еще и 20-почти 20-процентный МААМ, НДС, это просто катастрофа. Мы требуем, чтобы хотя бы внутренний туризм был освобожден от этого налога хотя бы наполовину, для того, чтобы запустить хотя бы внутренний туризм. Но, судя по всему, уже через короткое время разрешат проводить именно автобусные экскурсии. Можно будет работать. Что тогда не так? Ну, это, честно говоря, отмазка сказать, что начинаются автобусные экскурсии, и, пожалуйста, ведите, организуйте поездки, когда количество людей в автобусах ограничено 20 человеками. Нет возможности, запрещено вести экскурсии в закрытых помещениях. Невозможно стоять ближе, чем 2 метра друг от друга. Представьте себе гид, который стоит, в принципе, на шумной улице, и перед ним, предположим, 20 человек. Это довольно большая территория, которую нужно покрыть своим голосом. Это все, в общем-то, для Близиру. Пока не сняты ограничения тотальные, настоящего туризма не будет. И более того, даже когда они будут сняты, а когда вернутся организаторы туризма, когда компании туристические наберут себе людей, которых они сейчас уволили, эти люди, не факт, что вернутся в свои компании, потому что нашли уже себе работу. То есть это процесс длительный, это процесс, который послезавтра не решится. Есть ли все же надежда на счастливый финал в этой истории, на то, что кризис удастся преодолеть? Смотрите, это вопрос определения, что называется счастливый конец, что называется преодолеть кризис. Для кого-то, как мы известно, кому-то война для кого-то мать родная. Кто-то в этот период кризиса даже поднялся, это известный пример компании Zoom. Но если мы говорим про туризм, то не все досидят, досмотрят, увидят этот счастливый конец, безусловно. Надо приложить все усилия, чтобы вложить необходимые средства в маркетинг въездного туризма в Израиль, в маркетинг внутреннего туризма по стране, для того, чтобы как можно больше людей из нашей сферы дожили и увидели этот счастливый конец. Но он будет, потому что мы здесь, мы живы, и мы готовы и хотим работать. То есть нам гарантированы и демонстрации, и протесты давления на правительство? О, да. Как часть нашей программы, безусловно, да. Йонатан, спасибо за участие в программе. Ваш комментарий и удачного выхода из кризиса. Спасибо вам большое. Всего доброго. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Несмотря на кризис и последствия карантина, падение рекламных бюджетов израильский рынок русскоязычных СМИ, пополнился новой радиостанцией. На севере страны с января 2020-го начала работу новое радио «Лучшее радио». Это первая эфирная СМИ на русском языке, которая появилась в стране за последние 20 лет. Сегодня гость нашего эфира, его главный редактор Цви Зильбер. Цви, добрый вечер. Добрый вечер, Шавотов. «Лучшее радио» работает уже с начала года в израильском эфире. Как решились на этот шаг? Рынок ведь очень сложный. Есть радиостанции-конкуренты. Вы приходите на эфир, вы приходите в эфир. Что вы предлагаете слушателю? Ну, я не знаю, решился ли я на это. Я не хозяин радиостанции, я просто ее главный редактор и программный директор. А у радиостанции есть хозяева, которые вложили в нее свои средства, и они верят в эту идею. Что касается меня, то я тоже верю в не меньшей степени. И я считаю, что на сегодняшний день качественный контент – это вообще ультимативный продукт. Это продукт, который сегодня хотят все. И на сегодняшний день радиостанция – это не только волны ФМ, это не только радиоприемник в автомобиле. А сегодня, в принципе, все средства массовой информации превращаются в какие-то мультимедийные форматы. И то же самое мы видим и на рынке радиостанций. В Израиле все медиа политизированы. Кто-то больше, кто-то меньше. Но есть правые, левые, центристы. В какую группу попало лучшее радио? У вас есть какое-то политическое кредо? У нас нет политического кредо. Во-первых, мы мейнстрим. Мы хотим соответствовать вкусам большей части русскоязычных израильтян. Мы пока еще не выпустили в эфир ни одной политической программы. Ну, скажем так, максимально политической программы – это утренний обзор газет, который делаю я. И я просто озвучиваю точки зрения трех израильских газет – центристскую, правую и левую. Это, собственно говоря, на сегодняшний день весь наш политический контент. Конечно, в будущем мы никуда от этого не уйдем, от этой политики. Мы, конечно, будем делать политические программы, обозрения, журналы. Будет обязательно такой вот политический контент. Но до сих пор мы пытались этого избегать. Но разве можно в Израиле на фоне постоянных выборов, которые, кстати, закончились, в общем, всей политики, быть неполитизированным? Или, скажем так, неполитическим СМИ? Это трудно, но нам это удалось. Мы намеренно не спешили выпускать политические программы. И мы считаем, что народ за этот год очень устал от политики. Надо расслабиться, надо успокоиться. Поэтому мы даем сейчас больше, делаем упор на музыкальный и развлекательный контент. Но, опять же говорю, избежать этого невозможно. Мы живем в такой стране. Избежать этого невозможно. И, конечно, мы придем к этому, будем делать политические программы, будем делать политический контент. Но постараемся быть максимально объективными и абсолютно нейтральными с точки зрения политической, партийной. Но неужели во время предвыборной кампании политики вам не звонили? Они позвонили по одному разу. Но мы пояснили, что, собственно говоря, мы только начинаем свою работу. У нас пока нет политических программ, поэтому мы не можем предложить им никаких интервью и никакого освещения в нашем эфире. Поэтому этот вопрос сразу отпал. Поэтому я не могу сказать, что нас прям преследовали политики из разных партий. Но это была сознательная политика, потому что мы считаем, что наша радиостанция – это не только какая-то коммерческая фирма, но это еще и общинный проект. А для того, чтобы сплотить общину каким-то образом вокруг себя, мы должны действовать не на уровне политических партий и политических взглядов, потому что это как раз-таки разъединяет людей, а на уровне того, что нас, да, объединяет. Это какие-то культурные коды, это какие-то общие проблемы. Вот на это мы будем обращать больше внимания, а не на какие-то политические дрязги и потоки ненависти, которые мы видели на протяжении трех предвыборных кампаний, особенно в социальных сетях, но и в СМИ тоже. Вы вещаете не только в эфире на севере страны, у вас есть еще вещание в интернете. У вас есть международный слушатель, он понимает наши темы, он понимает язык израильской радиостанции? У нас есть определенное число слушателей, мы получаем от них фидбэки, но это в основном наши русскоязычные евреи, которые живут в Германии, Канаде и Соединенных Штатах. Они в курсе, они интересуются Израилем, поэтому они намеренно выбирают эту программу, выбирают эту волну в смысле. Конечно, нас можно слушать в интернете, у нас будет в ближайшее время и собственное отдельное мобильное приложение для мобильных телефонов. Сейчас мы есть в двух очень популярных мобильных приложениях и в интернете, конечно, на сайте можно нас слушать. Мы открыли телеграм-канал, где я выкладываю эфиры моей программы каждое утро, вот просто через час после того, как это вышло в эфир, это уже можно послушать на телеграм-канале нашем. Кто из израильских радиозвезд вошел в команду лучшего радио, кого можно услышать сейчас уже в вашем эфире? Ну, это, конечно, Саша Гозный, наш музыкальный редактор. Это Настя Поплавская, известная очень радиоведущая, которая ведет у нас программу каждый день с 4 до 6. Ведущая редактор новостей Саша Бойер, Александр Бойер, голос которой хорошо знают тысячи русскоязычных слушателей, которые помнят ее по работе на 9 канале. Она, в принципе, один из лучших в Израиле синхронных переводчиков. Она много лет работала синхронным переводчиком на 9 канале, вот теперь ее голос можно услышать и у нас. Но мы строим не только на действующих звездах, но и на молодых голосах. У нас будет много новых лиц, которых не буду всех называть, для того, чтобы оставить интригу, которых вы можете услышать на нашей волне. ЦВИ, спасибо за участие в программе. Удачи лучшему радио Шаву Атов. Спасибо, спасибо. Хорошей недели. Прими и исполни праздник дарования Торы Шаву От мы отметим на следующей неделе. Что важно знать об этом событии в еврейской истории и почему. Вы смотрите программу «Израиль за неделю» и о традиции. На следующей неделе в четверг вечером евреи всего мира отметят один из самых главных праздников иудейского календаря – Шаву От, праздник дарования Торы. 6 сивана 2448 года по еврейскому календарю на 50-й день после выхода из Египта евреи оказались у горы Синай. На ней Моше, лидер еврейского народа, получил пятикнижие Тору из рук Всевышнего. Мероприятие сопровождалось многочисленными чудесами, описанными в книге. Получив Тору, евреи получили уникальный кодекс, который полностью описывал не только сотворение мира, но и свод морально-этических норм, во многом актуальное до сих пор. В Шаву От принято украшать синагоги зеленью, проводить специальную праздничную молитву и устраивать трапезу с молочным меню. Главный израильский символ праздника – чизкейк, который окажется на каждом столе во время дневного застолья. К нам в студии присоединился Равин Лео Гладштейн, глава общины Ядрама из Иерусалима. Добрый вечер, Шаву Атов, с наступающим шавуотом. Добрый вечер, Шаву Атов. Праздник, безусловно, один из самых главных в еврейском календаре, и очень многие считают, что он, по идее, должен быть вообще самый главный. Что мы все-таки празднуем для того, чтобы зритель понял идею этого праздника в нескольких словах? Это можно объяснить? Шаву – это день дарования Тора, и праздник действительно уникальный. Это единственный праздник в еврейском календаре, который не имеет фиксированной даты. Мы всегда говорим, что, скажем, праздник Песах – это полнолуние весеннего месяца Ниссан. С конкретной датой? 15-я Ниссана. А Суккот – праздник с конкретной датой. Йом-Кипур – праздник с конкретной датой. У Шавота нет конкретной даты, и одно из объяснений, почему это так, потому что Шавот наступает на 49-й день счета Омара. Мы считаем Омар, и через 49 дней, когда мы посчитали Омар и выстроили дни, наступает день дарования Торы. Тут нужно подчеркнуть, что это день дарования, а не принятия Торы, потому что человеку можно что-то дать только при условии, что у него есть сосуды, чтобы это принять. Соответственно, если человек свои сосуды за эти 49 дней не построил, то очень тяжело. Но как вообще, в принципе, получилась ситуация, при которой у главного праздника и у главного события, которое вообще, в принципе, сравнивают, например, с рассечением Красного моря, с переходом евреев через море, нет вот этой самой конкретной даты? Эта тема обсуждается в Перкеавод. Как раз в 6 шабатов между Песахом и Шавотом принято учить в Шабат и Перкеавод. И там есть такая очень странная мишна, которая говорит, что «эйн кемах, эйн тора». «Эйн тора, эйн кемах». То есть «нет тора, нет муки, нет тора». «Нет муки, нет торы, нет торы, нет муки». Обычно это пытаются перевести как, что для того, чтобы тора как-то существовало, должно быть материальное благосостояние. Но, в свою очередь, материальное благосостояние, оно обусловлено тем, что люди учат тору, что тора является проводником всего благосостояния, которое есть в мире. У Балшемтова есть совершенно другое объяснение, о чем идет речь. Балшемтов говорит так, что кемах, то есть мука, о которой речь идет, это кимха де писха, та мука, из которой пекут мацу для Песаха, а тора – это, естественно, шавот. И Балшемтов подчеркивает следующую идею, что нас вывели из Египта с одной единственной целью, чтобы мы получили тору на горе Синай, и тору на горе Синай можно получить только свободному человеку. И из-за этого получается, что этот праздник – это, в принципе, один-единственный праздник, который зависит от нас. Нам здесь дается максимальная свобода выбора. Всевышний нам дает. Если мы хотим принять, мы принимаем. То есть, не выйдем мы из Египта, естественно, тору бы мы не получили, и вот так это все связано. С другой стороны, очень многие говорят, опять же, возвращаясь к чудесам, которые там описаны в книге, в Пятикнижии Моисея, да, говорится, что само дарование торы было чудом, ну, наверное, больше, чем все, что происходило в Египте. Что было действительно таким, что вот называют это самым большим чудом в истории евреев? Во-первых, самое большое чудо было то, что это событие произошло, потому что у нас есть традиция, что до того момента, пока евреи не согласились принять тору, мир находился в очень зыбком состоянии, в состоянии хаоса. Если так можно выразиться, мир существовал в непроявленном шатком состоянии. И только когда евреи приняли тору, то есть только когда верхнее вошло в нижнее, произошло одухотворение материи, только тогда мир по-настоящему состоялся. Поэтому если мы говорим, что Песах — это день рождения еврейского народа, то в каком-то смысле Шавот — это день рождения мира, потому что до этого момента было совершенно неясно, произойдет это или нет. Именно потому что есть свобода выбора, принимать тору или нет. На народы мира это событие произвело впечатление? Это очень хороший вопрос. Есть суперизвестный мидраж о том, как Всевышний предлагал тору народам мира до того, как ее приняли евреи. И мидраж звучит приблизительно так, что тем народам, которые предлагали тору, дальше народы мира спрашивали, а что там есть? И когда речь шла о римлянах, то Всевышний им сообщил, что там есть заповедь о не убивать. Они сказали, нет, ну как бы это наше ремесло, мы это не можем. Когда речь шла о Бне Ишмаэль, про родителях арабов, там речь шла о том, чтобы не воровать. И тогда, соответственно, ишмаэлитяне тоже отказались. И тут нужно понимать такую вещь, что несмотря на то, что народы мира, народы мира отказались от принятия торы, это не было единогласным голосованием. Там в этих народах были души, которые хотели принять тору, но у них это не получилось. У нас есть традиция, что это именно те души, которые во всех поколениях проходят геюр и становятся евреями. Уверен, что многие, кто сейчас смотрит наш эфир, зададут простой вопрос. Ну, Тора, замечательная книга, очень популярная, и, в общем-то, все, что там написано правильно, хотя дискутабельно для многих, да, но лучше-то бы не стали, и мир от этого лучше не стал. Либо все-таки стал. Мир совершенно явно стал лучше, люди тоже совершенно явно стали лучше. Для того, чтобы понять, в чем разница между тем, что там написано, и что такое Тора, нужно посмотреть на такую вещь. Часто люди воспринимают Тору как некий набор законов. Это совершенно неправильное понимание того, что такое Тора, и об этом говорит самый первый комментарий Раши к первой строчке Пятикнижия. Раши говорит, что если бы Тора была бы только набором заповедей, нужно было начинать Тору не с самого начала, не с истории сотворения мира, не с истории о Патотфе, о Вилонской башне, а с того момента, когда идут заповеди, а это уже приблизительно после 20% материала книги. Так вот, заповедь, которая дана первой в Торе, она очень странная. Это не Шаббат, и это даже не Песах. Это выделение нового месяца. Более того, это не совсем корректно то, что говорит Раша, потому что внутри книги Бытия, книги Бер-Эшит, есть другие заповеди. И у нас есть традиция, что Раша говорит, что именно эта заповедь выбрана, потому что это та заповедь, которую не мог понять Моша Робейну. Вот тогда, когда у человека есть что-то, что ему в Торе непонятно, ему сложно сделать, вот тогда начинается Тора, вот тогда начинаются заповеди. И это самый важный аспект Торы. Когда сложно, мы в контакте с Торой. Последний вопрос, опять же, его всегда задают перед праздником Шивот. Почему существуют традиции есть молочные блюда именно на этот праздник? Прекрасный вопрос. На него есть сотни ответов. Один из тех, который может очень сильно помочь нашим зрителям, есть законы смеси мясного с молочным. Ну да. Как известно, есть запрет на смеси мясного с молочным. И у нас есть такой принцип, что если у нас, допустим, есть огромный кусок мяса, стейк, и на него падает относительно маленькая доля молока, она полностью меняет статус этого мяса. Есть уровень Торы, который подобен молоку. И бывает так, что одна капля Торы, которая попала в человека, кардинальным образом его меняет. Так как человек у нас определяется как басар в адам, кровью, плотью. Кровью, мясо. То, соответственно, одна капля Торы, которую человек правильно понял, может его изменить кардинальным образом. Раф Гладштейн, Шавуатов, с наступающим праздником Шивот, который начинается на следующей неделе в четверг. Всего хорошего, спасибо за участие в программе. Шавуатов, с наступающим Шавуатом. Это все на сегодня о том, как мы проживем наши следующие 7 дней. Мы расскажем вам в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале РТВА «Шавуатов». Хорошей всем недели и до встречи. «Израиль за неделю» на канале РТВА «Шавуатов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова